Привет, друзья! Сегодня я поделюсь с вами одним из самых эффективнейших паттернов, которые нам удалось обнаружить за 8 лет автоматизации различных торговых стратегий и, соответственно, паттернов, которые доступны в широком доступе, и те паттерны, которые мы, так скажем, изобретали самостоятельно и проверяли за эти огромные участки истории. Этот паттерн позволит начать эффективный трейдинг любому новичку, потому что он не требует того, чтобы ты изучал тенденцию, выстраивал уровни, хотя в дальнейшем они, конечно же, могут тебе пригодиться для того, чтобы ты понимал, когда из сделки выходить. Ну, банально тебе достаточно пересмотреть мой прошлый выпуск, где ты, собственно, найдешь хороший, качественный метод сопровождения позиций и можешь использовать его в комплексе с этим паттерном. Этот паттерн очень много лет служил нам основой надежных, качественных торговых советников, и сегодня мы можем им поделиться, так как используем уже более современные стратегии, но это совершенно не означает, что паттерн перестал работать, и, по сути, всему сообществу наших клиентов, владельцев наших торговых роботов, он принес миллионы. Это не шутка. Это тот самый инструмент, который ты можешь просто запомнить, искать его на графике и при наличии открывать позицию, соответственно, тем самым увеличивая депозит на своем счету. Напомню, никакого анализа уровней, никакого анализа тенденций или контента рынка. Просто запомни этот паттерн и открывай сделку при его обнаружении на графике. Ну что, ты готов узнать этот секрет? Тогда давай перейдем на график моего компьютера, и я тебе все подробно расскажу. Итак, давайте приступим. Думаю, что многие из вас прямо уже в нетерпении, в негодовании, когда же мы этот паттерн уже получим, и чтобы вы сразу же не проматывали под конец видео, начнем прямо с середины о том, как, соответственно, этот паттерн интерпретировать, как его использовать и на каких-то фреймах, соответственно, искать. Давайте сначала попробую его зарисовать, потом дам некие правила, да, для того, чтобы вы его ни с чем другим не перепутали. Уже на основании какого-то правила, да, будете просто смотреть, подходит под описание, под интерпретацию это комбинация свечей, да, или нет. Сразу говорю, что паттерн состоит всего лишь из трех свечей, но единственное, у нас есть некоторые подтверждающие моменты, которые могут этот паттерн увеличить даже до 10 свечей. Периодически такие ситуации бывают, поэтому очень важно, опять же, все, чтобы я здесь вам не рассказывал, не просто это прослушать, а обязательно записать. Вот здесь желательно, конечно, на листочек заметки в телефоне, наверное, не самый лучший для этого вариант. Итак, давайте сначала мы попробуем порисовать, да. Итак, соответственно, что нам нужно для того, чтобы этот паттерн интерпретировать? Первое, это, конечно, свеча, она может быть любой, но достаточно крупной и большой, да. Здесь, как догового особенного правила нет, просто посмотрите ближайшие 10 свечей, желательно, чтобы эта свечка была больше, чем среднестатистическая свеча, да. Ну, вот любители ВСА анализа, наверное, здесь меня больше поймут, да, где изучаются средний спред, высокий спред, да, именно касаемо размера самой свечи. То есть, по сути дела, у вас должно быть, к примеру, 10 свечей назад, вы посмотрели, что средняя свечка составляла где-то 10 пунктов, соответственно, данная свеча в этом паттерне должна быть, ну, не менее этих 10 пунктов уж прям точно, да. Но чаще всего у вас просто не получится другую свечку найти, потому что, вот сейчас мы продолжим, тут еще две свечи будут далее, да, и, соответственно, я думаю, что вы поймете, что чтобы эти условия нам подходили, в любом случае, скорее всего, она такой всегда и будет. Итак, первая свеча, представим, что она может быть бычьей медвежьей, и вообще значения никакого абсолютно не имеет, она должна быть просто большая. Тени также значения не имеют, могут быть большие, могут быть маленькими, это для нас не очень важно. важно только понимать границы, собственно говоря, вот этой самой свечки, они для нас очень важны. То есть мы смотрим максимум этой свечи, да, так, ну давай, более-менее ровно, да, и, соответственно, минимум данной свечи. Таким образом мы знаем ее границы. Дальше мы дожидаемся следующих свечек, ну, к примеру, первая, в любом случае у нас будет медвежья, а по-другому просто не получится в данной вариации, да. Так, что-то дорисуют тогда тени небольшие. Соответственно, следующее может быть бычья, может быть медвежьи, не имеет значения. Важная суть, к чему мы сейчас с вами подходим, да. Важная суть в том, чтобы тела, именно тела этих двух свечей, были в пределах вот этого максимума и вот этого минимума. Понятно, да? Так, давайте это правило запишем. Первая свеча угощает последующие две свечки. Да? Поглотив эти свечки, соответственно, она у нас интерпретирует данный паттерн. То есть, тела. Ну, тут очень важно, да, понять, что именно тела свечей. Данные тела должны быть в пределах максимума и минимума первой. Ну, так скажем, она у нас получается сигнальная свечка, да, от которой мы уже в дальнейшую историю уже прыгаем, да. Надеюсь, здесь понятно. Все, что же мы делаем дальше? Дальше мы ждем, пока цена куда-то пройдет, да, и вот эти границы для нас всегда будут максимально важными. Когда последующая какая-либо, то есть их здесь может быть много, но та свеча, которая пробивает, то есть закрывается выше максимума или ниже минимума, она у нас является той свечой, на которой мы открываем позицию. Соответственно, если она закрывается выше вот этого максимума, мы открываем покупку. Если закрывается ниже этого минимума, соответственно, мы понимаем, что здесь у нас будет продажа. Дальше сопровождение этой позиции вы можете сопровождать Open или Big Trader, да, соответственно. Ну, давайте найдем примеры достаточно нередкие, да, то есть паттерн достаточно частый. К примеру, мы сейчас используем с вами график М15, вот давайте смотреть. У нас есть вот свеча, да, вот ее максимум, вот ее минимум. Вот у нас две свечи, тела которых внутри ее границ максимума и минимума, да. Тогда здесь мы смотрим, что по минимуму у нас свеча вот эта вот пробивает, соответственно, от нее мы входим в продажу, и как минимум здесь 15 пунктов мы могли бы уже на этом заработать, да. Дальше, соответственно, здесь такая же картина, смотрите, да, бычья свечка и две маленьких. Максимум, минимум. Максимум у нас пробивается вот этой бычьей свечой, соответственно, здесь мы могли, ну, прям до двух, до сплошных двух решников, да, это очень мощный сигнал под закрытие в Big Trader, да, здесь можно было заработать более 20 пунктов. Плюс, очень важно, что Big Trader будет вам выдавать разворотник, то есть вы открыли по паттерну, увидели, к примеру, разворотник, да, то есть даже если вы зашли в сделку, у вас там небольшой минус, но увидите, что появляется паттерн обратно этому сигналу, соответственно, также из этой позиции вы можете быстренько, смело выйти. Это вариант под M15, да, соответственно, если мы будем использовать часовые графики, то же самое, да, здесь посмотрите для себя, как лучше. Сразу скажу, что существуют разные рынки. На флэтовых рынках чаще всего M15 будет лучше, да, потому что вы будете вот брать такие 15 пунктов, 20 пунктов прибыли, да. Если вы видите, что рынок в тренде, очень круто использовать нечасовую графику, потому что, на самом деле, движения будут намного мощнее, более точнее, так скажем, да. То есть здесь, опять же, вот видим, вот свечка медвежья у нас, вторая, третья, да, они все внутри. Видим, что здесь закрывается, соответственно, вот эта вот белая свеча выше уровня этого, да, и, соответственно, ну, здесь 10 пунктов до закрытия дня, там какие-то такие небольшие прибыли можно было взять. Но еще посмотрим, как откроется с понедельника, да, и уже будет более понятная картина. Давайте посмотрим, у меня другие примеры на часовых. На часовых, понятное дело, что уже будет сделок куда меньше, и желательно на часовых уже торговать. Если M15, мы используем, понятная история, да, мы используем это в внутридневном трейдинге, соответственно, мы торгуем в понятной сессии, то есть, допустим, с 8 утра мы начинаем поиск сигналов, и к 3-4 вечера мы обязательно поиск сигнал прекращаем, потому что, так скажем, энергетика рынка затухает, крупные игроки уже выходят, и, соответственно, каких-то крупных объемов нет, поэтому под вечер желательно точно, или под утро, да, потому что будет много шумов, смысл на каком торговать нет никакого. К примеру, я думаю, ни для кого не секрет, что под завершение движения, допустим, вот наше подвижение тут, да, вот у нас две маленькие свечки. Подходит под наш пример, да, подходит, потому что тела точно в границе. Но это завершение рынка, и понятная история, что под завершение рынка при хорошем тренде будет обязательно большая свеча, и потом будут две маленькие, потому что уже нету недостаточности спроса и предложения, да, И ни туда, ни сюда она уже не пойдет. Поэтому такие моменты очень важно фильтровать. Вот это на часовых графиках очень важно, потому что сигналов будет меньше. Соответственно, вам будет часто хотеться зайти именно в неактивную сессию. Так делать ни в коем случае нельзя. Поэтому здесь для себя просто определите, потестируйте M15 или аж час. Вот M15 мне, честно говоря, больше нравилось всегда. Очень хорошие результаты были. И, в общем-то, роботы, которые мы делали на основании подобного паттерна, они все были внутридневные под M15. Вот такой интересный паттерн, который может вам пригодиться в работе. Но это еще не все. Очень важная фишечка этого паттерна в том, что он позволяет нам переворачивать позицию. Часто вы боитесь ставить стопы, я знаю, и, соответственно, как-то неприятно фиксировать какой-то убыток. Здесь у вас все достаточно просто. К примеру, ну, это лучше на часовых графиках, это больше их стезя такая. Давайте вечерний найдем, потому что нам, наверное, паттерн очень качественный. Но если он приходится в активную сессию, то, скорее всего, сделка будет идти до прибыли. Если вы знаете, где закрыть. Здесь очень полезен биктрейдер. Если не знаете, то в какое-то время в прибыли побудете, потом цену может развернуть. То есть это не гарантия. Именно паттерн для входа мы сегодня рассматриваем. Он очень качественный. Если вы его снабдите грамотным подходом в сопровождении позиций, все будет просто шикарно. Итак, под вечер, под вечер, под вечер. Честно говоря, мне вот сейчас так на вскидку сразу-то и не найти подобных примеров. Поэтому давайте вот возьмем банальный простой пример, чтобы вам было понятно. К примеру, да, что мы не смогли закрыться. Вот здесь, как минимум, видите, до уровня цена не дошла. Разворотников, как и таковых, не было. Поэтому этот момент вы здесь могли просто не закрыть вовремя. Вот мы видим, есть у нас бычья свеча. Вот две свечки снизу. Соответственно, мы выставили отложечки. По этой ложечке выставили до сих пор эти границы. Видим, что здесь цена закрепилась. Вот цена прошла тут 13 пунктов, да, нет, даже 15, наверное. И, соответственно, каких-то разворотников у нас не было. Мы думали, что дальше еще позарабатываем. И вот мы этот момент упустили. И вот здесь мы понимаем, что новых каких-то дополнительных паттернов, к примеру, у нас не появилось. А вот эта нижняя граница остается. Мы видим, что когда свеча закрывает этот момент, мы закрываемся с убытком. Тут 25-27 пунктов, да, не критически. Но здесь мы понимаем, что она пробилась. Соответственно, здесь мы можем закрыть покупку и открыть продажу спокойно. Потому что у нас все еще в силе вот этот данный паттерн. Соответственно, здесь уже заработать 50-60 пунктов прибыли. И, соответственно, там сам перекрыть полученную убытку. Этот паттерн позволяет вам зарабатывать, по сути дела, в разных направлениях. Просто очень важно отслеживать, контролировать, что происходит с рынком дальше. Вот такой секретный паттерн, который мы открыли, наверное, лет 5 назад, долгое время использовали в роботах. Сейчас мы переходим на более универсальные технологии, да, потому что паттерн это достаточно двусмысленно. В формате того, на каком-то время его использовать, да. Но еще раз повторюсь, когда вы этот паттерн попробуете, проверите, получите первые заработанные деньги, вы убедитесь в том, что, на самом деле, все эти технологии, которые мы постоянно, каждые 3 месяца, создавая новый робот, они, на самом деле, не устаревают. Просто мы всегда хотим сделать намного лучше, намного качественнее, чем это было. Все. Всем спасибо за внимание. Не забывайте лайкосики, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на этот канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. Всем спасибо. Пока.